Всем привет! С вами я, Алиса. Сегодня я продолжаю новую серию видео под названием «100 кило кукол. Сравниваем, выбираем, покупаем». В обзорах подобного вида я хочу соединить сразу четыре направления, то есть получение по ссылке, распаковка, обзор и сравнение. Однако героем сегодняшнего видео будет только один персонаж, имя его пока неизвестно. Надеюсь, подобного рода видео помогут определиться вам с выбором на ту или иную куклу или же персонажа. Кто у нас герой сегодняшнего шоу покажет только вскрытие этой коробки. Что там внутри знают только мои режиссеры, о ком сегодня пойдет речь мы узнаем только после того, как вынем все коробки из данной посылки. Но перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы первыми получать новинки моего канала. А кто посчитает, сколько раз за все видео я сказал имя главного героя, пишите в комментарии. Теперь можно резать. Первый набор в данной посылке это двойной сет Крипотерия и мы видим тут Клео Данил и Хаулин Вульф. Вот такой вот двойной наборчик, а еще и мебель в наборе. Следующий набор в данной посылке это двойной базовый сет с Клодин Вульф и Хаулин, это сестрички-оборотни. Так, вот тут еще одна коробочка, но на этот раз Хаулин из серии Дэнс Класс. Кстати, это варитет уже. И также в коробочке лежит эксклюзивная, на данный момент кукла 2013 года, это Хаулин из коллекции 13 желаний. И еще одна коробочка в этой посылке это Хаулин Вульф из коллекции Крипотерия, но на этот раз она уже в одиночной коробке без Клео и мебели. Как вы уже можете догадаться, Хаулин преобладает тут больше всего. Собственно, о ней и пойдет сегодня речь. Хаулиши настолько стали желанными и раритетными, что их тяжело достать. Поэтому тут не хватает три куклы, две из которых есть в моей коллекции. Это Хаулин Вульф, Гик Шрик и также Хаулин из четверного пэка семейки Вульфов. И да, серии Гул Фейр сегодня, к сожалению, не будет. Ну а сейчас для более детального рассмотрения мы достанем всех Хаулин Вульф из данных коробок и сравним все эти выпуски между собой. Готово! Хаулин Вульф является дочерью оборотней. Ее имя образовано от слова Howl, которое переводится с английского языка как Выть. Хаулин стала первой куклой с маленькими пропорциями тела, соответствующим 14-летним персонажем. А еще у Хаулин обе руки жестовые. Они выполнены в виде хищных когтистых ручек, схожих с жестовыми руками верх кошек. Например, как у Кэти Нуар или кукол из серии Зомби Шейк. Такие руки смотрятся весьма эффектно. Самой первой и старенькой Хаулишей является базовая в наборе Складдин. Собственно, с нее мы и начнем наш обзор. В этой серии у Хаулин рыжие кудрявые волосы с вкраплением прядей желтого оттенка, уложенные так, что создается имитация забритых висков. Мейк куклы особо не броский. Губы подчеркнуты нежно-розовой помадой, а глаза голубыми тенями. Особенность Хаулин вздернутый носик и милые ушки. Нос сделан, кстати, картошкой. Однако он все равно не портит ванстряшку, а лишь добавляет ее образу задорности и милоты. А весь аутфит базовой Хаулин пропитан подростковым уличным стилем со множеством значимых деталей. На ней короткие джинсовые шорты и майка без рукавов с рваными краями. Поверх майки на кукле жилет с капюшоном, отличающимся специальными отверстиями под волчьи ушки Хаулин. Рукзак Хаулиши изготовлен в виде огромной волчьей лапки на оранжевых ремешках и с брелком на застежке в виде буквы H. На ногах Хаулин разные чулки и черные ботильоны с отворотами, декорированные ремешками с ярко-желтыми пряжками, цепями и застежками. Следующий Хаулиши, который мы с вами рассмотрим, будет из серии Крипотерия. И как вы знаете, она уже выпускалась в наборе с Клеуданил, его я показывала в самом начале видео. Но вообще эти куклы особо ничем не отличаются. Коллекция Крипотерия бюджетная, а потому аксессуаров и интересных деталей в ней не очень-то много. Из украшений у Хаулин есть только браслет. Дневника, расчески и подставки не прилагаются. Уникальной особенностью Хаулин Крипотерия являются ее волосы. У этой куколки они самые длинные из когда-либо выпускавшихся Хаулин, да еще и с голубыми прядками. Они жутко красивые и очень уж приятные на ощупь. Эти разноцветные прядки просто бомба и супер. Ну а прошивка, кстати, у куклы неплохая. А макияж ее легкий и неброский. Розовые тени и помада того же цвета. Личика довольно приятная и милая. Милашка одета в фиолетовую футболочку с черными короткими рукавами. На футболке классный принт в виде черных полос и желтых отпечатков лапок. Юбка узкая, но очень хорошо тянется. Аутфит оборотня не представляет собой ничего особенного, но в целом выглядит прелестно. Он так идет этому волчонку. А будто Хаулин в чудесные розовые ботиночки со шнуровкой. В общем, детализация на высоте. Следующей куклой в сегодняшнем обзоре будет Хаулин из четверного набора «Семейка вульфов». Как я знаю, в этом сете младшая волчица для многих стала любимицей. Всех покорил ее мягкий макияж, хорошенькая прическа и ужасно прелестный наряд. Ну и я не исключение. Прическа Хаулин «A Pack of Trouble» — это кореп по плечи с челочкой на бок. Кстати, ей очень идет. Макияж Хаулин повторяет цвета прически. Из аксессуаров у Хаулин есть только браслет. Оборотень носит комбинезон, состоящий из двойной кофточки и узких облегающих джинс. И там есть мой любимый воротничок. На ножках Хаулин красуются стильные ботинки на высокой платформе. Они черного цвета и украшены множеством ремешков, пряжек и цепочек. Обувь — это копия базовых. Мне кажется, этот комплект выглядит очень мило. Хаулин «Вульф» из серии «Geek Shriek» тоже бюджетная, однако ее трудно найти. Это вторая Хаулин, выпущенная с вкраплений оранжевых прядей в волосах. У Хаулин, что довольно удивительно для бюджетной куклы, вполне густая прошивка волос. Очки в форме двух перевернутых транспортиров. Они еле держатся, так что тут будьте аккуратней. У девочки коричневые брови, оранжевые глаза и доскловатые тени, нежно-розовые и голубые. Одежда, как у многих в бюджетах, у нее простенькая и без излишеств. Вверх — желтая кофта с черными рукавами и принтом в виде питомца Хаулин. Ежик в милых очках и с галстуком-бабочкой вышел даже большим гиком, чем все девочки в этой коллекции. Снизу синяя мини-юбочка на математическую тематику. Хаулин — гик по математике, потому что ее самый любимый предмет — матан. На ногах у Хаулин желтые ботинки без прокрашивания. На носке мы можем заметить часть от транспортира, а на каблуке — циркуль. Еще одна бюджетная девочка — это Хаулин серии «Дэнс Класс». Мейк у куклы приятный, выдержан в светло-розовых тонах, подчеркивающий огромные карие глаза и удачно гармонирующий с копной розовых кудряшек на голове Хаулин. В одном ухе — желтая сережка-булавка. Но волосы — это, конечно, нечто. Думаю, мечта многих девочек. Кукла одета в светло-голубой комбинезон или же боди, на котором нарисованы всякие стрелочки, точечки и пунктирные штрихи. На ногах у нее темные лосины, украшенные узорами в виде следов лапок. На боди надет розовый пояс с кучей шнуров и наушниками. У Хаулин очень уж красивая обувь. На десерт я оставила вам Хаулин Вульф из серии «13 желаний». Кукла представлена с ярко-розовыми волосами и забавной черной вязаной шапочкой, из-под которой виднеются острые ушки. У Хаулин длинные ярко-розовые прямые волосы с едва заметными бледно-розовыми прядями. А на лбу прямая челка. В этом она отличилась от многих монстряшек. У Хаулин очень яркий и модный аутфит. Облегающая черная с голубыми и малиновыми следами лап платье. Туника без рукавов с ярко-зеленой отделкой по низу и желтым геометрическим рисунком по диагонали. Поверх платья надета короткая блестящая кожная фиолетовая куртка. На талии голубой пояс с золотыми шипами. На одной руке черная полуперчатка. На другой фиолетовые и черные браслеты. Но самое эффектное в наряде Хаулин это ярко-розовые леггинсы. На ногах высокие черные сапоги с золотой отделкой поверху. Шнуровкой спереди и изображением скрещенных косточек на каблуках. Одним словом красавица. А сейчас мы подходим к кульминационному моменту знакомства с Хаулин Вульф. Это совет магазина, как и какую куклу выбрать. В линейке Монстр Хай представлено 8 вариантов выпусков данного персонажа. Так как Хаулин является абсолютно желанным героем лаверов всех времен и народов, то финансовая ситуация с Хаулин получается не совсем благополучная. На сегодняшний день отмечается активный взлет стоимости куколок Хаулин Вульф различных серий. И что еще хуже этой ситуации, так это полное исчезновение некоторых серий с рынка продаж. И примерно такой же случай уже произошел с Хаулин Вульф из серии 13 желаний. Возможность владеть данной красоткой может появиться только у настоящих поклонников данной героини, так как стоимость ее абсолютно соответствует коллекционному экземпляру. А тем Монстр Хай Лаверам, кому не в тягость получить возможно очередную Клодин Вульф, магазин советует поторопиться с приобретением сета 2011 года, выпуска с базовой Хаулин и Клодин Вульф. Базовая Хаулинка с рюкзачком и ежиком это нечто неземное, и в то же время она похожа на современных девчонок. Клодин в данном случае не подарок, так как наверняка почти у многих уже имеется этот персонаж в коллекции. Но все же две куколки всегда лучше, чем одна. Один маленький недостаток этого набора – то, что нет стоек. А нафиг они нужны при активности образа жизни представленных героинь. Ранее доступная бюджетная куколка Хаулин из серии Крип Атерия в настоящее время резко взлетела на пьедестал дорогих цен. С 2013 года по 2017 только ленивый не пополнил свою коллекцию Монстр Хай куколкой Хаулин. Но пришло время и в заветном американском ларце куколки закончились. И здесь точно можно сказать – кто не успел, тот опоздал. А если нужен именно этот вариант Хаулин, то игровой набор серии Крип Атерия с Хаулин и Клео пока еще вполне финансово доступен. Две куколки и мебель в придачу – это важно. К этому еще можно добавить «лови момент», ведь вечного, кажется, ничего нет. Касательно Хаулин Вульф Гулфейр и Гик Шрик, скорее всего, нам их уже не увидеть. Да и про семейку Вульф американской расфасовки можно только вспоминать. А кому все еще очень хочется владеть этими вариантами Хаулин, скорее всего, остается только ловить момент на просторах продажи вторичного использования кукольного товара, или абсолютно придется закрыть глаза на огроменной цене куколки и радоваться жизни, что нам кажется не совсем-то рационально. Но стоп-стоп-стоп, все не так плохо. Еще вполне финансово доступна Хаулин Вульф из серии «Дэнс Класс» выпуска 2011 года. Только представьте, 6 лет назад. Жаль, что коробочка, конечно, без стойки. Но зачем она нужна танцующий Хаулин? В данном случае можно повторить крылатую фразу магазина «Лови момент». Да, и хочу отметить, магазин Белевикс плохого никогда не пожелает. Напишите в комментарии, какая Хаулин Вульф нравится вам больше всего и какая особо не впечатляет. А также мне будет приятно узнать, на какого персонажа вы хотите следующее видео из данной рубрики. Я жду ваши комментарии, буду вам отвечать. И не забывайте про мои социальные сети, страницу и группу ВКонтакте, а также два моих Инстаграма. Все ссылки в описании. Всех вас очень-очень люблю. Be cool and crazy! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok